Компания Waves для себя без особых-то проблем. Как я обычно говорю, моя мантра в том, чтобы вы могли кодить с Waves, но не наш кодить. Итак, я вам успею на доесть, на самом деле, я уверен, за эти два дня очень сильно на доесть. Наверное, даже до той степени, что будете меня видеть в коридоре где-нибудь, о боже, опять ты, пожалуйста, давай кого-нибудь другого. Но если все-таки вдруг у вас будут вопросы по технологической какой-то части, по организационной, не стесняйтесь, подходите, спрашивайте. То есть я с удовольствием готов ответить на все ваши вопросы. Я именно здесь для этого и буду. Итак, ближайшие два дня до вечера воскресенья вас ожидает очень много всего интересного. Но в конце, вот вечером четверг, наши жюри, конечно же, объявят, кто лучше всего решил задачи, кто лучше справился с нашими треками. Но пока мы дойдем до этого, пока мы, точнее, до этого не дошли, давайте мы немножко поговорим про организаторов этого прекрасного хакатона. В первую очередь, конечно, блокчейн-платформа Waves, но мы это делали не одни. Мы это делали вместе с технологическим сообществом Binary District, которое, как всегда, нам очень сильно помогает с организацией всех наших ивентов. Binary District – это технологическое сообщество, тех, кто-то вдруг не знает, технологическое сообщество с офисами, с хабами в Москве, в Амстердаме, в Лондоне, в Берлине. Они организуют очень классные ивенты, метапы, хакатоны, курсы. Я сам посвящаю курсы продуктов, он прям довольно как слон, если кому-то интересно. Binary District – это, в первую очередь, для IT-профессионалов, для профессионалов, для тех, кто интересуется технологиями. А все это проходит в Digital Oktober, в прекрасном этом спейсе, прямо недалеко от центра Москвы, как все, наверное, заметят. Наверное, не первый раз в Digital Oktober многие у многих ассоциируются с технологическими какими-то ивентами, бизнес-ивентами. И спасибо Digital Oktober, и мы не в первый раз проводим здесь ивенты. Binary District не в первый раз здесь проводят ивенты. Поэтому спасибо всем, кто вместе с нами делал это событие, этот хакатон. Но, кроме наших партнеров, давайте еще поговорим немножко про Waves. Что же такое Waves? Я как DevRel, как DevRel Advocate, часто, когда приезжаю куда-то, разговариваю с кем-то, общаюсь, очень часто слышу один вопрос. Точнее, не вопрос, а восклицание. Блин, у вас есть все. Реально, у вас есть все. У вас есть мобильное приложение, десктопное приложение, веб-версия. У вас свой Dex, конечно же, свой собственный блокчейн. Чего только у вас нет. На самом деле, чаще всего за этим вопросом сразу следует вопрос. А как к вам попасть? Какому дьяволу нужно продать душу, чтобы к вам попасть? Обычно я стараюсь отвечать на этот вопрос. Говорю, вот, у нас такие вакансии, третий, десятый. В этот раз мы учли эту ошибку. Если вдруг кому-то интересно, как к нам попасть, у нас есть наш HR Наталья, которая будет и сегодня на этом ивенте, и завтра, и целый день, и в воскресенье еще будет. Если у вас какие-либо вопросы возникают, подходите, обращайтесь к ней сразу. Она уверен, с удовольствием ответит на ваши вопросы. Но это уже, об этом еще попозже, еще мы Наташе тоже слово дадим. Прежде чем мы перейдем непосредственно к нашим трекам, вот их у нас сегодня будет четыре. Ровно четыре трека. Мы чуть попозже расскажем, какие это будут треки, какие там будут задания. Сейчас мы немножко, как я уже сказал, немножко познакомимся, немножко поболтаем. Итак, давайте сначала начну все-таки с жюри. Давайте, позвольте мне представить жюри, кто будет вас оценивать в конце дня воскресенья. В первую очередь, это, конечно, я. Буду точно так же оценивать ваши работы, смотреть на вашу защиту. Кроме меня, в составе жюри будет Юрий Найденов, наш... Аплодисменты. Юрий Найденов, к сожалению... Ой, Юль, ой, Юль. Ну, это был я, да. А это Юль тоже был. Ладно, начнем сначала. Итак, на самом деле я забыл просто про важную вещь, поэтому... Меня можно найти здесь, но не только здесь. На самом деле есть еще в офлайне, точнее в онлайне. У нас есть телеграм-чатик. Вот про это я забыл. Самое главное я забыл. Вы можете туда прийти, общаться друг с другом. Это чат. Обратите на это внимание. Кроме чата, вот у нас классная атмосфера, надеюсь, будет. Атмосфера драйва, атмосфера того, что мы будем решать классные задачи. Что мы будем... Вот этот самый челлендж у нас, я надеюсь, будет. И вот как раз таки в этом чате в онлайне мы бы тоже хотели это видеть. Если вам вдруг это надоест, будет точно так же еще и канал. То есть в канале мы будем постить анонсы, важные анонсы. Мы будем рассказывать, что через 10 минут начнется воркшоп и так далее и тому подобное. То есть поэтому я вас призываю вступить в первую очередь в чат, кто не вступил еще, а потом уже и в канал, чтобы вы видели, что, где, когда и как. Итак, да, я уже сказал, что я выйду в жюри. На самом деле еще будет Илья Смакин. Почему я про него забыл? Потому что Илья, к сожалению, не смог сегодня у нас присутствовать. Илья Смакин наш руководитель отдела по разработке смарт-контрактов, но в данный момент он находится в Лондоне на ивенте. Он очень важен сотрудник нашей компании, как вы могли знать, поэтому наш комьюнити-метап в Лондоне никак не мог без него обойтись. И на самом деле он очень сильно занят в Лондоне, поэтому мы... Сегодня, к сожалению, Ильи Смакина не будет, но он будет, я надеюсь, в воскресенье. Кроме Ильи Смакина, я уже представил вам нашего... А можно слайд? Пожалуйста! Компромат на Илью собираете? На самом деле я немножко расскажу про Илью. Это человек с 10-летним опытом разработки, в том числе блокчейн-проектов, поэтому я думаю, в воскресенье, когда он придет, у вас к нему будет достаточно много вопросов, и он с удовольствием на них ответит. Я думаю, это будет хит-слайс. На самом деле мы вам скинем еще презентацию, вы можете оттуда еще вырезать или скинуть, так что вы как бы feel free. Так, я уже рассказал про нашего Юра Найденова. Юра у нас руководитель направления Waves Gaming, человек с более чем 10-летним опытом разработки различных систем, продакшн-систем, в том числе опыт в коммерческой разработке большой. На самом деле можно толк и перечислять, на проекте архитектуры, дизайна длинных приложений, чем только не занимался Юрий, но... Все ярко перед предыдущим слайдом. Но на самом деле самое главное, что можно сказать про Юра, это просто архитекция. Вот просто одно слово, архитекция. Давайте похлопаем еще раз Юре. Он будет нашим жюри. Кроме этого, Юрий наш эксперт, который будет помогать всем проектам, которые выберут несколько трекеров. Про треки мы поговорим чуть попозже. Кроме Юры, у нас в жюри Алексей Коффман, наш продукт-оунер Ноты, руководитель разработки непосредственно самого блокчейна. Ну и, конечно же, председателем жюри у нас будет Александр Иванов, основатель и руководитель Waves Platform в Востоке. Итак, все эти люди на самом деле будут не только вас оценивать в воскресенье, вы сможете с ними пообщаться еще сегодня, конечно же, вечером, завтра и в воскресенье. То есть у нас будет здесь отдельный стол. Пространство будет переформатировано, чтобы у вас были столы непосредственно для работы. Здесь будет отдельный стол для жюри, куда вы можете подходить, задавать свои вопросы, спрашивать. На самом деле у нас есть еще небольшой сюрприз. Мы сделали отдельный трек для сотрудников компании Waves. Мы решили, что это самая атмосфера драйва, это атмосфера челленджа, должна не только быть для вас, но и для нас тоже. Сотрудники компании Waves точно так же в этом помещении будут принимать участие в Хакатоне. Но не бойтесь, у них будет свой отдельный трек. Они не будут бороться с вами за призы. Они будут просто в этом помещении, вы сможете к ним подходить, задавать свои вопросы. Если кто-то вам нужен, что кто-то в клиенте какую-то кнопку плохо сделал, вы можете найти этого человека и поговорить с ним, чтобы он улучшил эту кнопку. Итак, на самом деле вы всех сможете найти из нас, из жюри, как я уже сказал. Я думаю, что Юру и меня вы больше будете находить около кейтеринга, а на самом деле не за столом, потому что мы все время будем там, мы сладкоежки. Но все равно. Итак, я познакомил вас с членами жюри, но кроме них, кроме вот этих наших экспертов, на площадке у нас будут также сотрудники компании Waves, которые будут отвечать на ваши вопросы. Здесь есть небольшое расписание по тому, кто когда будет. Опять же, нет необходимости фотографировать это все дело. Мы вам скинем презентацию в чат, напишем в чат. То есть можно будет находить людей вот в таких футболках, подходить к ним и задавать интересующие вас вопросы. Окей? Я думаю, до этого момента, в принципе, более-менее всем все понятно. Итак, ну что, Хакатон на самом деле мероприятие долгое. Не хочу, чтобы вы еще заблудились в программе мероприятий. У нас очень много всего запланировано. У нас очень насыщенная программа. Там утром приветственный кофе, потом завтрак, обед, ужин, потом опять завтрак, потом опять обед. Ладно, я шучу. На самом деле, кроме еды у нас еще много чего будет. У нас запланирована достаточно интенсивная программа. Кроме непосредственно самого Хакатона будет альтернативная программа для всех желающих в виде воркшопов. То есть вы сможете... Это будет в отдельных помещениях, не здесь. Вы сможете узнать, начиная от основ блокчейна, как работает блокчейн, заканчивая специфическими вещами, связанными, вместо токенизации игр. То есть Юрий, например, сделает воркшоп, связанный с тем, как использовать блокчейн для игр. На самом деле, опять же, эта вся программа будет у вас в Телеграме, поэтому можно особо сейчас это все не фотографировать, не акцентировать на это внимание. Самое главное, что надо знать, будут воркшопы, приходите на воркшопы, если вы не уверены, что вы что-то знаете. На самом деле, небольшая рекомендация. Лучше не все команды приходить на воркшопы, одного человека отправлять, чтобы не терять слишком много времени на этих самых воркшопах. Итак, самые базовые вещи расскажу, на самом деле, про программу. Мы сегодня с вами знакомимся, сегодня с вами делимся на команды. Завтра, в субботу, мы встречаемся в 10 утра. То есть в 10 утра вас будет ждать кофе, вкусный завтрак. Затем мы окончательно формируем составы команд до 11 часов утра. После этого сразу стартует хакатон. Воркшопы стартуют с 12 часов. То есть обратите внимание, что завтра к 11 часам у вас должны быть составы команд, в 12 часов стартут воркшопы, если вам это интересно. Так, на самом деле, как я уже сказал, у нас будет еще присутствовать Наталья. В любой момент можно подойти к Наталье, задать вопрос, поговорить с ней о чем угодно, наверное, но в первую очередь о вакансиях и о том, если вам интересно попасть в компанию Waves. Так, на самом деле по программе, наверное, все. Да, давайте сразу вопрос. Можно про ночной режим, если дальше не вообще что там будет? Может быть, сегодня, завтра, если завтра, как вообще? Ночной режим у нас предусмотрен со субботы на воскресенье. То есть сегодня на ночь оставаться здесь, к сожалению, нельзя. Мы рассчитываем на самом деле на то, что в утру только будут команды и будут выбраны треки. Поэтому, то есть с 10 утра субботы до скольки можете в воскресенье, вы можете находиться на этой площадке. То есть вам здесь будет обеспечено, насколько я знаю, Red Bull, как же без него на ночь? Ну, в смысле энергетик какой-то будет вам обеспечен. Кроме этого, чай и печеньки будет здесь на площадке. Да, это все будет, да. То есть там тоже стоят диваны, насколько я помню. То есть это все здесь есть рядом вокруг. Так, ладно, что-то я слишком много говорю. Давайте, наконец, мы пригласим на эту сцену нашего HR-а Наталью. Ой, ой, так. Наталью, ты пищешь?